Сегодняшняя наша флактуация посвящена Дню Знаний, и в этой связи мне хочется сегодня выразить поддержку Вячеславу Котлярову. Это единственный автор в нашем мультимедийном пространстве, который открыто бросил вызов системе, и я считаю, как глава нашей школы, мы обязаны его поддержать в своей флактуации. Своими вопросами, ответами и так далее. Для того, чтобы как можно больше людей просыпалось, включалось и поддерживало этого человека в его борьбе. За 4 месяца этот человек провел колоссальную ситуацию, дарил очень много информации для людей и упаковал ее таким образом, бросив вызов этой системе. Обрисовав, значит, какие здесь проблемы имеются, почему они имеются и что нужно делать. Поэтому мы сегодня тоже включаемся в эту работу. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 8 часов 37 минут, 13.09.2016 года. Как всегда я говорил и очередной раз повторюсь, начиная подобные ролики, я не всегда уверен, что доведу запись до конца. Есть ролики, к которым я в какой-то мере готовлюсь, то есть набрасываю небольшой сценарий. А подобный ролик, он будет из цикла доверительной беседы. Еще раз хочу напомнить тем, кто в комментариях мне даже по-доброму подсказывает, что много воды и никакой информации. Повторял и буду повторять. Ролики все, которые я пишу на протяжении всех месяцев, они исключительно создаются для добрых людей, которые ко мне положительно отнеслись. Для остальных же, кому нужна информация, пожалуйста, в интернете есть миллионы всевозможных каналов, сайтов. Будьте добры, проследуйте там, где информация есть. Я общаюсь с теми людьми, которые с нетерпением ждут выхода даже, как говорится, самого небольшого моего ролика. Небольшой перерыв, связанный исключительно с техническими сложностями. Я, вы знаете, вот так вот и надо задумываться. Ну вот, допустим, смотрите, помечтаю, чисто гипотетически. Вот мне, допустим, пришло приглашение приехать в какой-то город, дать лекции, да, там, я сегодня прочитал. Это ж я могу уехать, и у меня, допустим, неделю может не быть, две, и ролики могут не выходить. Вот, поэтому, как говорится, строго не судите, потому что я понимаю, что за все это время они выходили с большой периодичностью, но, как я уже неоднократно подчеркивал, я обычный человек, как обычный человек, имею вопросы разного рода характера и решаю по мере их поступления. Хотел бы отметить один комментарий, он мне как-то давненько попался на глаза, но его очень важно прокомментировать. Женщина очень болезненно отнеслась к моему ролику и прокомментировала хвостовство и агрессия для просветленных чужды. Вот, что я ответил. Здравия, я пришел разрушать стереотипы. Даже самый рядовой человек может быть просвещенным. Все типичные представления про просветленных я буду искоренять. Любой человек должен знать, он, простой человек, может нести добро и зажигать свет в сердцах и душах людей. Нам нарисовали картину, что должен ходить какой-то святка в балахоне, с седой бородой и, как говорится, с длинными космами. И таким голосом, таким назидательным говорить, я пришел к вам, дети, чтобы донести истинное положение вещей. Нет, небесная канцелярия переиграла все. Сейчас пришел человек, который наглядно показывает, я такой, как все. Я такой, как вы, вы такие же, как я. Показывает, что любой в состоянии получать те же знания, которые получаю я. А насчет хвостовства, вот первую сейчас приставку разберу. Дальше пока я не знаю, что слово из себя представляет. Ха это энергия, а Ва это высшая. То есть, хва это высшая энергия. То есть, человек, когда хвастается, он себя энергетически заряжает. Ну, произошла же подмена понятий. Предположительно, слово несло положительную нагрузку. Почему Ва высшая точка? Вот, допустим, Ватикан, хотя есть версия, что Ватикан, если правильно читать по латыни, получается Батя-Хан или Хан-Баты. Возможно, пока спорить не буду. Но я знаю, что Ва, опять же, высшее. Тика, движение. Ватикан, это высшее движение. Еще приведу пример Вашингтонг. Если вы просто в переводчике Google напишите Вашингтонг, то он, если я не ошибаюсь, просто выдает А. То есть, другими словами, открываем переводчик Google. В русской раскладке пишем Вашингтонг и переводим на английский язык. И мы с вами видим два варианта. Один Вашингтонг, другой Ва. Опять же, Ва, это приставка Валхала. Многие знают прекрасно это слово, что он означает. То есть, Валхала, даже по официальному переводу, дворец... Ах, вы засранцы. Не, это не пойдет в ролик. Значит, Валхала по официальной версии якобы переводится дворец Павших. Но я бы все-таки его из-за приставки Ва перевел бы выше. Перевел бы его бы не дворец Павших, а дворец, высший дворец. Кстати, Википедия предлагает несколько переводов. Вот есть даже вариант. Это рай для доблестных воинов. Ва, Валхава. Ну, а другой перевод почему-то, то, что я озвучил ранее, дворец Павших. Ну, видите, нагрузка-то смысловая сейчас совсем другая. Павший имеет два значения. Павший в бою и павший морально. Павший ангел, да? Ну, тоже, опять же, если разбирать, то Па – это, получается, защита. В – высшая, да? Павший – высший защитник. Так, поэтому, когда люди слышат, что я в своих роликах, а особенно даже не в роликах, а в каких-нибудь конференциях начинаю там якать, хвастаться, – это исключительно я делаю потому, что так нужно делать. Это своего рода обереги, потому что мои собеседники, ну, на институте Б, к примеру, очень много собеседников со мной на институте Б – это люди, как правило, с низшим эволюционным числом. То есть они даже до уровня, даже смерта многие из них не дотягивают. Представляете? То есть выше смерта идет еще людина, потом человек, да? Вот, поэтому, когда общаешься, скажем так, с более примитивным существом, иногда приходится прибегать, так сказать, к словесным оберегам. Потому что в противном случае может быть противный случай. Вот еще интересная тема сны. Часто задаваемый вопрос. Ну, я, по-моему, в каких-то роликах уже говорил, что себя представляют сны. Вот, как тоже вы часто от меня слышали, что на любой вопрос есть 200 вариантов ответа. Поэтому, что такое сны, нету однозначного ответа. Есть варианты. Ну, первый вариант снов, самый распространенный, это вы своей сущностью попадаете в параллельный мир и участвуете или видите события параллельного мира. Потом идут сны, которые были в далеком прошлом. То есть еще задолго до вашего, допустим, рождения в этом мире, то есть в предыдущих реинкарнациях, с вами происходили определенные события в предыдущих воплощениях. И вы во снах, просто эти острые моменты иногда у вас всплывают, то, что было в прошлых жизнях. Также сны есть, которые могут делиться тоже на две категории. Сны, в которых мы видим грядущее, и сны, в которых мы видим будущее. Грядущее это то, что сейчас произойдет, будущее через какой-то промежуток времени. Ну, это из своей жизни я помню случай, когда мне снится сон. Я уже учился в последнем классе. Я проспал, быстро подрываюсь, одеваюсь, бегу в школу. Встречаю классного руководителя возле раздевалки, Ирину Николаевну. И она мне говорит, Котляров, ты почему опаздываешь? Сон закончился, я проснулся, вижу, что я опаздываю в школу. Я быстро подорвался, прибежал в школу, забегаю в вестибюль. Мне навстречу идет классный руководитель Ирина Николаевна. Она говорит, Котляров, почему опаздываешь? Вот, это сны грядущего. Многие из вас, возможно, сталкивались, невозможно, в большинстве случаев. Есть будущее, которое может произойти как и через 10 лет, так и через 20, так и будущее, которое произойдет в последующих реинкарнациях. То есть, вам могут присниться в этом сне события, которые с вами произойдут в следующей жизни или последующих. Но в основном, как я говорю, сны это параллельная реальность. То есть, так как есть жива, от этой живы отходят нити серебряные. На каждой конце нити вы, то есть 100 нитей, и на каждой конце нити вы находитесь. И находясь не только в параллельных мирах, но также можно, ваши копии и двойники могут находиться в соседних сотах. И если копия сталкивается в соседней соте с какими-то событиями, ну там катается на динозаврах, получает какие-то острые ощущения, то ваша сущность, которая находится в этой соте, просто начинает переживать восторг, так сказать, вашей копии. Ну для многих то, что я рассказываю, это не в диковинку. Те, кто изучал ведические знания так называемых индусов, а как я говорил, китайцы-индусы появились не менее чем 200 лет назад. Чем раса по официальной истории моложе, тем она древнее. А чем она по официальной истории древнее, то естественно она моложе. Что нам говорят китайцам 5000 лет, индусам там 5000 лет. Да 2 сотни лет, не больше. Завезли их соседние соты и начали сознательно давать те условия, чтобы они размножались очень активно. Ну помните, по-моему, в одних из роликах я говорил, что в Китае в свое время специально ввели закон, чтобы родители могли иметь, были только одного ребенка. Ну и ввели еще один закон, что у китайцев не существует пенсии. И поэтому сын должен был своих пожилых родителей обеспечивать, когда они становились нетрудоспособными. Естественно, любая китайская семья, когда видела, что будет рождаться девочка, они ее убивали. И делали все, чтобы рождался мальчик. То есть рано или поздно он появится, и поэтому, как говорится, мальчикам давали жизнь. В результате, к чему это привело? Появилось более 5 миллионов китайцев, которые не обеспечены женщинами. Естественно, куда они тут смотрят? Правильно, они смотрят на север. И они сделают свое дело, будьте уверены. Потому что есть люди, которые ко мне положительно относятся, а есть люди, которые хихоньки-хахоньки им все, то, что я рассказываю. И я такой упор делаю на тех, кто негативно воспринимает то, что я сообщаю. Вы попадаете, когда слушаете, это я обращаюсь с тем, кто негативно ко мне относится, в ловушку. Ловушка заключается в следующем. Я вам говорю человеческим языком, дорогу переходить на красный свет запрещено. Вы же говорите, котляров обманывают. Мы пойдем на красный свет. Естественно, что маемо, то маемо. Получите, что сами выбрали. Вот еще этот момент я хотел в начале ролика. Уважаемые слушатели и зрители, у меня, честно говоря, ВКонтакте устает. Когда мне задают вопросы, а еще бывают такие ситуации, человек задал вопрос, я не ответил. Потому что еще не дошел до его сообщения. Сейчас их еще больше приходит. Потом он пишет, почему не отвечаешь? Когда ответишь? И все-таки, когда я добираюсь до его вопроса, отвечаю, ВКонтакте посылает сообщение, что пользователь не добавил вас в список друзей, и вы не можете ему ответить. То есть, задавая вопросы мне, вы мне не даете возможности ответить на них. Вы знаете, я вот так немножко подумаю, у меня такая мысль появилась. Давайте вот так вот, чтобы никому грустно не было. Вот мне, если вы пишете вопрос, а я вам не могу ответить, давайте я вас просто буду в игнор добавлять. Вот, а вы когда почувствуете, что там, ну, увидите, что я вас в игнор добавил, вы можете через каких-нибудь людей связаться, сообщить там, Вячеслав, пожалуйста, убери из игнора, я там разблокирую это сообщение, чтобы было удобно общаться. Потому что, это вот, ставя в игнор, я буду просто этим не то, что показывать, я там не хочу с вами общаться, я просто таким образом вам буду маяковать. Эй, извините, ребята, вы у меня забрали, там я, бывает, ответы пишу по 30 минут. Вот, да, надо было бы сразу написать здравствуй и проверить, но я забываюсь, и, бывает, пишу 30 минут ответ, и вы просто крадете мое время. Я пишу вам ответ, а мне ВК сообщают. Извините, отправить вы сообщение это не можете. В мире, конечно, существует колоссальное количество всевозможных загадок, тайн, не исследованных тем. Вот есть современные исследователи, которые задаются вопросом, почему в интернете некоторые статьи появляются значительно раньше, чем произошла трагедия. Но для многих людей не секрет, что трагедии, основная часть трагедии, я бы сказал бы 98%, крушение поездов, всевозможные падения самолетов, сталкивание пароходов, топление пароходов, это все искусственно создается. 98% в случае. Все, лишь 2% уходит на фатум. Поэтому те, кто тщательно планирует очередную трагедию, естественно, они делают заготовки заранее. Планируют совершить какое-то крушение самолета, подготавливают статью. Вот как только самолет упал, статья появляется в интернете. Возможно, многие из вас сталкивались с одной легендой, которой говорилось следующее, что сейчас точно не помню, ну там, скажем, 100-5 лет назад один поезд заехал в туннель, и так из него не выехал. Поезд ехал, по-моему, из Италии во Францию или наоборот. Ну, детали не важны, важна суть. Вы знаете, как бы, я тоже, честно говоря, и принял бы официальную версию, потому что такое, в принципе, возможно. Теоретически. Помните, как там в официальной версии говорится, что этот поезд до сих пор теперь ездит, его видят в разных странах мира. Видели там, даже в Америке, и один ученый записал себе, что это массовое помешательство, когда люди вышли из этого поезда и сказали, что они вообще во Францию ехали. Но это все фикция. Именно с этим поездом произошло то, что сейчас происходит с многими Боингами и так далее. Поезд зашел, туннель и вышел, но уже без пассажиров. А если быть правильным сказать, то он, как говорится, проследовал на запасной путь. Вот. Там уже далее с пассажирами произошла трагедия, которая происходит сплошь и рядом. То есть, за последние 200 лет постоянно, искусственно, самолеты исчезают, паровозы. Кстати, и с тем же пресловутым Бермудским треугольником, 98% случаев исчезания самолетов и кораблей, которые находили без людей, это все рук человеческих дел. Нам, конечно, рассказали, что Бермудский треугольник поглотил людей и нашли даже корабль, на котором бегали животные. А на столе кофе стояло, которое еще дымилось. Хорошие легенды. На самом деле, этот был, там, неважно, корабль, какое-то судно атаковано. Люди все забраны и отвезены. Не буду перечислять эти ужасы, куда потом люди деваются. Главное, что я вам озвучил, что Бермудский треугольник это все брехня, ложь, наглая. Вот, очередная тайна раскрыта. Бермуды это фейк, самый настоящий. Ничего, никуда, никакой мистики не происходило. Самолеты искусственно угонялись, искусственно, скажем так, людьми или даже недолюдьми захватывались суда и люди из них исчезали, а потом находили пустое судно. Вот, поэтому всю мистику, которую нам подсовывают в большом процентном соотношении, это соответственно нечеловеческими руками. Еще бы, как я всегда говорю, так вот, нейроны мозга погонять, да, ну, пища для мозгов, линия Маннергейма присловутая, тоже знаю, шо, к чему и почему. Две стороны, со стороны псевдо-финляндии, со стороны псевдо-советского союза, почему псевдо, вы же знаете, я говорю, что стран мира не существует, есть концлагеря, то есть, было принято решение убрать какое-то количество людей со стороны так называемого Советского Союза, несколько сотен тысяч, сколько там, миллионов, поэтому, совместными усилиями, построили линию Маннергейма, поставили нереальное количество пулеметов, ну, а бойцам Красной Армии сказали, идите, штурмуйте, и, те, кто это организовал, потирали свои ладошки, что, как все хорошо получается, вроде бы, якобы, война идет, а на самом деле, это просто было с двух сторон договоренность для уничтожения большого количества людей, куда пальцем не цвните, все везде договоренность, все войны это договоренность, если сейчас воюют две стороны, будьте уверены, наверху всегда один главнокомандующий, и красными и белыми за последние 200 лет управляют одни и те же существа, вот, поэтому я прошу вас, здравомышлящих людей, тех, кто уже пробудился, хотя бы на вот эти ужасные трагедии, которые происходят в кавычках войны, смотрите здраво, не одна страна с другой воюет, а просто гауляйтер верховный стравливает двух представителей двух концлагерей, ну вот хороший пример из истории, да их много вообще, и нехороший, помните, там, если не ошибаюсь, с 47-го года была война между крысами и ворами, то есть в специальных местах, не столь отдаленных, людей тоже разделили на две группы, одни были воры, другие крысы, и по-моему, вплоть до 56-го года те и другие себя уничтожали, опять же, над ними стоял кто-то, кто курировал все это дело, то есть ворам сказал, вы будете воры, крысам сказал, вы будете крысы, и вы должны, так сказать, отставить свои права, и в этой ужасной бойне погибло, опять же, сотни тысячи людей, вот, поэтому все войны, это все тщательно запланировано, организовано, и так далее, что еще сказать, микроволновки, вред, ну вы все равно не прислушайтесь к моему доброму наставлению, это микроволновки, страшное оружие, которое убивает людей, пища, которая, приготовленная в микроволновке, просто убийственная, вы вспомните, наши предки всегда пищу в глиняных горшках, так сказать, в духовках, или в русских печах, готовили, вот, а микроволновки, это, как я говорю, я не технарь, я гуманитарий, поэтому, там, если что, тогда пущу в терминологии современной техники, какие-то незначительные погрешности, уже не огорчайтесь на меня, вот, там, СВЧ, в этих микроволновках, то есть, принцип какой, оружие, допустим, да, там, ядерное, ну, или такого уровня, как ядерное, она, лучевая болезнь, и клетка человеческая, это, просто разрушается, начинается, страшное, с, 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 то же самое происходит с пищей микроволновки, то есть, ее облучают специальными волнами, все клетки продукта разрушаются, и, человечество берет пищу, и просто эту отравленную пищу, даже, это не отравленная пища, это уже кусок радиоактивной, скажем так, гадости, засовывает в себя, и, начинает потихоньку себя уничтожать, и люди задаются вопросами, откуда болячки, все поменяли, раньше были здравницы, чтобы люди выздоравливали, а сейчас больницы, чтобы люди болели, что еще сказать в завершении, спрашивайте у деток до 7 лет, показывайте им глобус, показывайте модель сотовой земли, вот любопытно, что детки до 7 лет скажут, спросите у них, как ты думаешь, земля такая маленькая, кругленькая, или земля такая большая, состоящая из сот, уверяю вас, многие дети, которые народились сравнительно недавно, помнят, как выглядела, и как выглядит наша планета на самом деле. А с вами был Вячеслав Котляров, спасибо, что слышали меня, слушали, всего вам доброго, и спасибо вам за ваше ко мне внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok